Хэй-хэй-хэй, здорово всем дорогие друзья, с вами Кент АПК, и прямо сегодня я пригласил в гости самого настоящего киберспортсмена Демфи, поздоровайся Ребят, всем привет Расскажи немножко о себе, в каком ты клане, что это за клан, что это за топ-2 клан или топ-1, я не знаю, но расскажи, пожалуйста А, я нахожусь в клане Saints, ну, в самой популярной кланной игре в принципе Так, ну что же, ребятки, пожалуйста, кому не сложно, прямо сейчас поставьте лайк, потому что прямо сегодня мы узнаем, сколько же, мать его, зарабатывают киберспортсмены Потому что, ребята, Демфи мне скинул фотографию, говорит, кентуха, я просто присматриваю ламборгини, я такой, Демфи, нифига себе ты поднялся Поэтому, ребята, прямо сегодня мы узнаем все секреты Демфи, ты нам согласен рассказать парочку секретиков? Да, согласен Как стать киберспортсменом? Что для этого надо? Что мне надо сделать, чтобы я стал киберкатлетой? Девайс, так скажем, iPad, но вообще можно с телефона пробиться, тебе нужен просто для начала девайс 60 фпс Подожди, а есть такие киберспортсмены, которые реально играют с андроида, с телефона пробились без айпада? А, ну есть такие, даже есть один игрок, который играет на хорошем уровне, но он только один Все упирается в тое желание и трудолюбие, правильно я понимаю? Да, 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 так есть Вот какой именно телефон или какой именно iPad ты посоветуешь игрокам и людям, чтобы пробиться как-то в киберспорт? Ну, если начинать с айпада, то я не буду советовать, конечно, другие айпады Самый бюджетный айпад, который можно взять на данный момент, это айпад 2019 года, либо айпад мини 5 И сколько он стоит? А, айпад мини 5 стоит около 28 тысяч, но можно там за 25 найти Ну и 19 тоже так Но мини 5, короче, у него 8 дюйм, но он производительный Со скольки лет можно попасть и пробиться в киберспорт? То есть возраст вообще влияет или нет? Потому что вот у нас с аудиторией, вот именно у меня 12, 11, 13 лет Вот есть ли у этих парней возможность пробиться в киберспорт? В самом деле возраст имеет какое-либо значение, но это уже, наверное, зависит, не знаю, как сказать От того, сколько понимает человек, в каком возрасте Я тебе скажу, что есть игрок, который играет на профессиональном уровне, на терротинкоманде, ему 11 лет 11, но оно очень хорошо играет Это племянник Снея? Ха-ха-ха-ха-ха-ха Дэнфи, давай подойдем к самому интересному вопросу Сколько голды ты зарабатываешь в месяц? А, в месяц я зарабатываю порядка 10-15 тысяч голды Зависит от турниров и того, сколько мне покупают там товаров Ой-ой-ой, слушать, вот это неплохо вообще, почины Завтрашнего дня врываюсь с киберспорт Ну, как я понимаю, основной доход голды идет от турниров, правильно? Да-да-да Вот если взять обычный средний турнир, сколько можно заработать голды? Средний турнир это где-то на 50 тысяч голды, то есть в среднем, не знаю, ну пару тысяч точно можно скупить Ну, то есть, если турнир 50 тысяч, допустим, первое место 30 тысяч, второе 15 тысяч и третье 5 тысяч, да? И типа, в зависимости от того, какое место вы займете, делим на 5 и сколько голды вы получите, как я понимаю, правильно? Дальше, теперь вопрос, который всех интересует, я так даже назвал видео Если ты, конечно, не против, хотя бы примерно, сколько может киберспортсмен зарабатывать в рублях, ну, на примере тебя? Например, меня, если брать в учет все мои, откуда я зарабатываю, короче, можно зарабатывать, в принципе, до 50 тысяч, ну, короче, можно зарабатывать от 50 до 100 тысяч рублей в месяц Ну, слушай, ну, это, я считаю, довольно-таки неплохо, ну, это вместе с ютубом, это вместе, там, с продажей дуэль Да, 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 это вместе со всем Да, кстати, расскажи, какие есть вообще источники дохода? Источники дохода, это, естественно, конечно же, ютуб, это, естественно, турниры, это, естественно, там, у меня покупают товары, типа, добавление друзей в игре, там, тренировки Блин, подожди, ты продаешь тренировки? Серьезно? Да, я продаю тренировки О, полдец, надо будет купить у тебя Ребятки, набираем 10 тысяч лайков, я покупаю у Дэнфи тренировку Блин, это было бы прикольно, нормальный тренер обнанял бы себе Тренировка стоит 300 рублей по скидке, ну, а так и все Ой, мне еще скидочку, блин, Дэнфи, я тебя обожаю Так, ребятки, 10 косарей лайков добиваем, беру тренировку То есть, если взять голду 15 тысяч, плюс, допустим, доход, да, там, возьмем 70 Получается, можно зарабатывать 85 тысяч рублей, да, если перевести одна голда, один рубль Ну, слушай, я считаю, это очень даже неплохо И знаете, в чем прикол? Это можно зарабатывать, по сути, без прямых спонсоров То есть, если, допустим, у команды Na'Vi есть тренера, есть спонсоры, которые постоянно, каждый месяц платят зарплату В стенд-оффе ничего этого нету И я считаю, это, ну, нормально, в принципе, да, можно, так сказать, можно жить И можно развиваться, и киберспорт, в принципе, жив Вот, кстати, да, вопрос тебе, как ты считаешь, киберспорт расцветает или, наоборот, загасает? Да, расцветает, появляется куча турниров Ну, каждый турнир появляется на больше-больше сумму То есть, все очень круто Турниры появляются Я не знаю, откуда они появляются, но, короче, их с каждым днем почему-то больше-больше Поэтому все очень круто Блин, ну, я считаю, это тоже очень круто, что киберспорт хотя бы не умирает Потому что, и буквально полгода назад мне все киберспортсмены говорили, что мы ливаем за стенд-оффа Стенд-офф умирает Но сейчас началась какая-то вторая волна, и стенд-офф, кажется, начинает подниматься А вообще, какие есть источники дохода у киберспортсмена? Ну, как я говорил, это ютуб, это турниры, это, там, не знаю, группа ВК, ты товары подаешь, что-то, естественно А группа ВК, это что, это можно продавать, можно продавать тренировки, можно продавать дуэли, добавление в друзья, роспись, вот это все, правильно? Ну, ты можешь продавать все, что ты хочешь, я еще там продаю советы, роспись, короче, ну, все, что захотят, то, что ты продаю, в принципе Блин, слушай, какой ты совет дал бы мне? Потому что я не знаю, что-то у меня сегодня не летит, игра А, хотя, у-у-у, я на первом месте, прикинь Я бы дал тебе советы, тебе нужно больше за картой слетить, бро Потому что карта, это важный такой аспект Важно за картой, мне что-то за мини-мапой, или просто смотреть? Да, мини-мапа, на мини-мапу, чтобы ты понимал, что, в принципе, происходит, и мог подстраиваться под игру Ну да, согласен, я просто часто бывает, там, увижу какого-то индейца бом-бом, думаю, ну все, ему хана, начинаю по нему стрелять А там на мини-мапе еще два челика сзади, и все, кенту-кэшечка Опа, Демпфи, 1-4 О! О, говорится, пацанка успеха шел Еще такой вопросик, а сколько надо тренироваться в день киберспортсмену? В день нужно тренироваться в порядке, ну, пару часов, то есть, чем больше ты играешь, тем лучше ты становишься То есть, если ты хочешь чего-то добиться, просто играешь много, и все Слушай, а это правда? Я вот не знаю, мне просто говорили про скиллаж, что он тренируется по 8 часов в день Вот ты вот не знаешь, это правда, не? Ну, я на самом деле знаю, он раньше так тренировался, сейчас я ответа не могу дать, я с ним не общаюсь, но раньше, где-то пару месяцев назад, он правда, он очень много играл, он прям сутками играл, и типа это действительно давало ему результаты Прямо сейчас меня смотрят много моих подписчиков, и им всем интересно, как можно пробиться в киберспорт? Чтобы пробиться в киберспорт, просто, ну, как я говорил, нужен хороший девайс, ну, нужно желание играть и побеждать, и все, то есть, а дальше все приходит со временем Ну, хорошо, допустим, я хорошо играю, что мне дальше делать? Я хорошо играю, у меня хороший девайс, что мне делать дальше? Вот просто мне это интересно А, найди команду, естественно Вот, например, в команду Saints я могу попасть? Вот я хорошо играю, почему бы нет, допустим, если я iPad, я хороший игрок, можно ли мне попасть? Ой, хорошо Ну, в команду Saints, на самом деле, очень тяжело попасть, практически, наверное, невозможно, тем более сейчас, но если ты будешь, конечно, ежедневно тренироваться, как скилл, там, по 24 часа в день, то шансы, думаю, у тебя есть Ну, а вообще, типа, просто надо попасть на какой-то отбор, в какой-то клан, и пройти этот отбор, правильно я понимаю? И, по сути, так можно начаться моя киберспортивная история, да? Да-да-да-да-да Ты вот как давно в киберспорте? В киберспорте я пришел в игру в конце прошлого лета, можно так сказать, что я играю, там, месяца где-то 9 Слушай, я так скажу, ты пришел на время с мной с блокстрайка, да? Ребят, что вы понимали, Демпфи даже мой старый подписчик, это правда, Демпфи? Когда я еще снимал блокстрайк, Демпфи мне там писал всякие угрозы, ну, по рофлу, конечно, вызывал на дуэли и так далее, ну, было что такое, да? Да, было такое Было что вспомнить Дай, пожалуйста, пару советов начинающей, подрастающей моей аудитории, которые тоже хотят пробиться в киберспорт Что им надо делать? А, им нужно найти хорошую команду, им нужно иметь, конечно, уже хороший девайс И им нужно просто, ну, не знаю, для начала, там, следить за игроками, за турнирами И просто начинать играть, ежедневно тренироваться, набираться опыта, и просто со временем все придет само Ну что ж, Демпфи, большое тебе спасибо за интервью, вроде бы ты ответил на все мои вопросы Ребятки, ссылка на канал Демпфи будет в описании С вами был Кент и ПК, и... Демпфи, всем пока, ребят Тренируйтесь, играйте, и все у вас выйдет, всем пока И побеждайте Ну, побеждать не обязательно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин